В России только три столицы. Москва, Рязань и Луховицы. Мы так ржали с Сережей Шаром Далане, покойным правозащитником нашим, когда ездили в лагеря к нашим политзаключенным и всегда тормозили в Луховицах выпить кофе. Как раз напротив суда. Кто же знал, что этот суд так прославится перед самым Новым годом? Луховицкий суд признал экстремистскими, оправдывающими терроризм, материалы, которые были опубликованы на сайте ОВД.Инфо, пожалуй, самого значимого, самого важного правозащитного проекта последних лет. К чему все это может привести? И есть ли где край борьбы государства с правозащитой? Поговорим сегодня с Григорием Охотиным, собственно, главой проекта ОВД.Инфо. Привет, Гриш. Привет. Гриш, ты всегда был жутким оптимистом. Как сейчас? Остаюсь им. Не вижу поводов меняться. Вы очень стремительно были признаны иностранными агентами. Без суда и следствия, как все, но вы сопротивлялись, в отличие от многих. Вы стали инициатором и двигателем процесса сбора подписей и вообще общественного возмущения с законом об островных агентах. Все это пока наше общественное возмущение вылилось в какой-то пшик, потому что Путин ничего не сказал про это ни во время заседания, кстати, по правам человека, ни вот в эту пресловутую скучнейшую пресс-конференцию, но зато этот самый закон ударил очень сильно сейчас и ударяется еще большей силой по вам, инициаторам этой борьбы. Почему? Что вы такого сделали? Ну, я не соглашусь с тобой, что это вылилось в пшик. Не бывает такого, что когда общество как-то возмущается и противодействует, совсем ничего не происходит. Да, мы связываем атаку на нас, в том числе с нашей такой очень активной позицией, которая продолжается по этому законодательству. Мы мешаем правоприменению, внесению новых лиц. Политическая цена каждого внесения становится выше и выше. Ну что же, мы рады. Это значит, что мы все делаем правильно, эффективно. Если ценой собственных неудобств мы спасаем каких-то журналистов, физиков и так далее, ну, в этом и есть наша работа, да, помогать тем, кто сталкивается с преследованием государства. Гриш, а еще есть версия, и мне кажется, это самое правдоподобное, что атака на вас все-таки связана с атакой на мемориал, на оба мемориала. Вы же родственники. Мы партнеры, да, мы не родственники, мы партнеры, и как бы нас преследует немножко по отдельности. Тут есть некоторая семантическая перекличка, да, что и у нас оправдание экстремизма, и у Позащитного центра оправдание экстремизма. Посмотрим, как это будет развиваться. Так что посмотрим, может быть, это связано, но я думаю, что не обязательно, просто мы действительно, как ты сказала правильно, слишком большие, слишком значимые, слишком заметные. И весь тренд с оправления Алексея Навального и запретом ПБК и так далее, весь тренд репрессии, который мы видим, он сменился качественно с такого сдерживания гражданских инициатив, вообще гражданское общество на уничтожение. Ну да, я думаю, что они не становятся. Я думаю, что, например, от атаки до Сахаровский центр пока удерживают только то, что заканчивается год столетия Сахарова. Что касается вас, ну, вы собираетесь сопротивляться, ты по-прежнему оптимист, но мы же понимаем, что юридическое сопротивление, правовое сопротивление внутри страны невозможно. Мой оптимизм, конечно, не в том, что мы придем в суд у Хавицки и выиграем это дело. Мой оптимизм всегда кроется в том, что мы нужны, потому что общество сильно изменилось за последние 20 лет, даже 10, стало гораздо более активным и гораздо в большей степени разделяет ценности права человека, чем 10 лет, а, соответственно, и репрессии тоже увеличиваются и масштабируются. Это значит, что мы нужны. Я ни в коем случае не оптимист в том смысле, что вот завтра репрессии кончатся, мы напишем петицию, и все будет классно. А мой оптимизм, он исторический, что в целом общество все это не приемлет, насилие политическое не приемлет, и тем или иным образом, неизвестным науке образом, в итоге все будет хорошо. А мы будем частью этого всего хаоса. Давай я встану на сторону апатичного большинства, и все-таки скажу тебе с точки зрения апатичного большинства, например, но вот смотри, митингов нет и не предвидится. Никаких крупных пикетов, выступлений нет и не предвидится, все напуганы. А УВД-инфо было прежде всего огромной скорой помощью при задержаниях на митингах. Вот 17 тысяч было задержано за прошлую зиму на выступлениях, но ведь их больше не будет. Так зачем вы нужны? Ну и ладно, расходитесь, ребят, спасибо, все свободны. Ну, мы 10 лет работаем, и были в обществе и спады, и падения, и рост, и апатия, и воодушевление. Это совершенно нормальный процесс для общества, она никогда не как бы не бывает такой стабильности, что всегда люди протестуют или всегда очень активны. И это нормально. 2021 год — год апатичный, депрессивный, это еще связано с ковидом и много с чем. Это пройдет, это обязательно пройдет, и мы видели, как были протесты 11-12 года, потом все замерло, а как потом достаточно неожиданно в 17-м году по всей стране это снова началось, как это вспыхивало в Хабаровске, как это вспыхивало в разных городах, какие на фоне уже ковида и очень апатичного настроения. Самые массовые, на моей памяти, митинги были в январе-феврале этого года. Бывает апатия, бывают в делах людских приливы, есть и отливы. Это нормально. Что касается нас, мы же занимаемся совсем не только мониторингом задержаний, а мы занимаемся вообще мониторингом политических преследований. Сейчас больше преследуют по экстремизму, чем по свободе собраний. Мы этим занимаемся. У нас правовая помощь непосредственно, скорая помощь направлена на свободное собрание. А в целом, как бы, наша миссия сильно шире, и это не только про информацию, не только про помощь, но это и про аналитику, про разработку изменений, про различные кампании. К сожалению, нам всегда есть чем заняться. И я бы не говорил про апатичное большинство. Российское общество делится на три части. Активное меньшинство, апатичное большинство и некоторая серединка, которая принято называть болотом. И нас становятся те, кто активно за права человека, активно за демократию и активно против текущей политической линии, нас вообще-то уже больше, чем сторонников текущей политики. Если смотреть внимательно на соцопросы. Вот как-то так я это вижу. Да, но довольно трудно быть сторонником текущей политики, учитывая ее явную крокодильскость. Что бы ты ответил Путину, который уже несколько раз за последнее время повторял, что нет у нас никаких политзаключенных, потому что нет политических статей? Ну, формально-то он прав? Нет, он совершенно не прав. По-моему, это Песков говорил, а не Путин. Политические статьи у нас есть. Много. Иначе говоря, любые статьи Уголовного кодекса и Административного кодекса, которые напрямую ограничивают закрепленные в Конституции гражданские политические права и предусматривают за это санкции, это политические статьи. Они у нас есть по митингам, известная дадзинская статья, когда за 4 пикета изволь в тюрьму. 212.1, я просто напомню, она больше называется по номеру, да. У нас есть разные статьи теперь по выходу, грубо говоря, перекрытию улиц. У нас много статей по свободе слова, которого тоже запрещают то или иное. У нас, я думаю, пару десятков, на самом деле, откровенно политических статей. Почему суд Луховицкий? Ты как-то это объясняешь? Ну, басманы, ну, замоскворецкие, ну, я не знаю, что случилось в Луховицах? Ну, давай подождем материал дела, да, мы же не знаем, за какой материал на самом деле это произошло. Может быть, это правда по, как это называется, подведомственности, подследственности, но скорее, когда это произошло, да, 13 ноября мы получили от них какую-то писульку, мы подумали, что это просто, знаешь, такое задерживание ресурсов врага, потому что это самый далекий в Московской области город и прокуратура, и ехать туда, наш адвокат туда ехал 3,5 часа. Мы как-то подумали скорее в эту сторону, потому что понятно и по разговору с этой прокуратурой, и понятно, в общем-то, было, что они слабо понимают, что происходит, они слабо понимают, кто мы такие, и, наверное, они просто исполнители какой-то более высокой воли. Ну, разумеется, мы тоже получили где-то в ноябре такую же писульку из Галыштымского суда Тюменской области, что-то в этом духе, мы Русь сидящая, тоже по какой-то публикации 2016 года на сайте. Я махнула рукой и сказала, ну, понятно, что работает блокчейн, но если закроют сайт Руси сидящий, ничего особенного не случится. Во-первых, мы откроем новый, во-вторых, но у нас другие принципы работы, в отличие от УВД-инфо. Нам все-таки всем легче, чем Мемориалу или Сахаровскому центру. Мы всегда можем, что называется, как говорил Маша Даян, если я проиграю эту войну, я что-то новое под фамилией своей жены. Мы тут же зарегистрируем ООО «Ромашка» и будем от этого имени помогать заключенным, потому что у нас нет имени Мемориала и нет имени Сахарова. Что с вами? Куда бежать? Куда звонить, если нет сайта, а уже завтра пикет? Что делать? Слушай, пока нас не объявили экстремистской организацией, просто заблокировали сайт. Это не пипец. Живем еще малец. Горячая линия работает, бот работает, все наши службы работают, и пока можем, они будут работать. Если ситуация будет развиваться в негативную сторону, мы как-то перестроим эти сервисы, ну, конечно, они по-прежнему будут работать. Будем держаться за легальное поле, сколько можем, будем держаться за наш бренд, сколько можем, но тоже согласись, ОВД-инфо – это не Сахарова. Может быть, и АСАП-инфо. Можно по-разному себя назвать. ФСБ-инфо. Да как угодно. Луховица-инфо. Это не есть проблема. Основная наша аудитория, она сидит в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке и так далее. Сайт – это просто некоторая отсылка, лендинг, куда мы отсылаем. Мы можем отсылать на твой сайт, куда угодно. Мне сегодня и вчера было очень трудно ответить на вопросы. Мне очень понравилось, что они появились. Можно ли продолжать донатить ОВД-инфо? А я не знаю, что сказать. С одной стороны, здорово, что спрашивают. С другой стороны, это брать на себя ответственность и говорить, ребят, не бойтесь, вас не привяжут, как привязали некоторых доноров ФБК к экстремизму. Я не знаю, что отвечать. Ответь ты. О чем сказать, что доноров ФБК пока никакому экстремизму не привязали, попугали, но не привязали, потягали на допросы и так далее. Но, что вас может понимать, нас не признали экстремистской организацией. Пока. А нам заблокировали сайт и сказали, что мы там чего-то распространяем. Пока, с юридической точки зрения, все это безопасно. Пока, ты правильно сказал, посмотрим на развитие событий. Будем смотреть. Если мы поймем и с юридической, и, как бы, я бы сказал, с интуитивно-политической точки зрения, что это опасно, конечно же, мы будем первыми, кто отрубит все донаты и скажет, ребята, спасибо, больше не надо. Это уже не в пользу, а во время. Поэтому сейчас, уже сейчас, пока мы считаем, что это еще все легально и безопасно, но уже сейчас мы предлагаем преимущественно жертвовать нам в криптовалюте, потому что это безопаснее. Всегда лучше чуть-чуть увеличить уровень собственной безопасности и безопасности и сохранность этих денег. Вот как-то так. Криптофорева. Я вот совершенно присоединяюсь к этому делу. А главное, дорогие зрители, криптовалюта это анонимные кошельки. Каким ты видишь 22-й год в области правозащиты? Мне показалось, что, я не знаю, в администрации президента, например, работают какие-то удивительно циничные шутники, что преследование вот это луховицкое ОВД-инфо совпало с награждением медалью за защиту прав человека, которые вручили дочери Кадырова. Вот прямо день в день, час в час. Что с нами будет дальше? Так и будет гон за правозащиту или как в советское время будет комитет защиты мира, комитет советских женщин, голубой патруль, зеленая, не помню, что там, охрана памятников природы, неприроды и так далее. И будет фонд Солженицына, будут диссиденты и так далее. То есть все это мы уже проходили и руки-то еще помнят. Вот так будет, да? Ну, смотри, я не могу сказать за 2022, это как-то слишком маленький горизонт планирования, но в целом мы видим два тренда. Один тренд, конечно, на усиление репрессий. Я уже говорил, что они за последние два года качественно изменились от сдерживания к уничтожению и это продолжится. Но при этом мы видим и противоположный тренд, что гражданское общество развивается, становится сильнее, активнее и ценностно более пропитанное идеями прав человека. Это тоже никуда не денется. И вот на стыке двух этих трендов гражданская активность будет развиваться. Она будет принимать, я не знаю, какие формы, совершенно разные, разнообразные. Это точно не форма советского диссидентства, никогда нельзя войти дважды в одну реку. У нас уже есть этот опыт и мы знаем, что можно работать даже в самых тяжелых условиях. У нас не такие тяжелые условия. У нас есть интернет, у нас есть криптовалюта и нас просто гораздо больше людей, которые готовы что-то делать. У ДНФО 3000 волонтеров. Поэтому я думаю, что да, все будет непонятно как, неизвестно многим образом, но невозможно убить идею, невозможно убить потребность и спрос общества на изменения и, собственно, на защиту своих прав. Не только на то, чтобы эти права были, но именно активный манифестируемый спрос на проактивное действие по защите своих прав. Да, кто-то будет пугаться, но я уже говорил, что бывают приливы и отливы. Будет тяжело, но тренд этот невозможно изменить и наоборот я бы говорил о том, что сами репрессия это сигнализирует о том, что гражданское общество развивается. Репрессии усиливаются, потому что все сложнее и сложнее сдерживать гражданское общество. Да, приходится все СМИ объявлять инагентами, потому что все сложнее и сложнее сдерживать неправильную информацию. Не говорите. Вот как-то так я это вижу. Знаешь, есть какие-то вот цитаты из новой и новейшей истории, когда в свое время Грызлов сказал, что парламент место для дискуссии, стало понятно, что все, мы закончили с парламентаризмом, а Путин сказал несколько лет назад, что государство должно стать главным правозащитником. И тут стало понятно, что конец правозащиты, сейчас уже будет наступать. Вот просто вот напоследок, так вот, так вот, чтобы уже всем было понятно, почему государство не может быть главным правозащитником? Потому что государство главный нарушитель права человека, это просто конфликт интересов, да, только общество может защищать свои права. В общем, любое государство, мы не говорим про Российскую Федерацию. В любой стране, это задача общества. Другое дело, что в нормальной развитой демократии есть некоторый пакт между бюрократией и обществом. Государство гарантирует право на свободу ассоциаций и другие гражданские права за то, что общество признает легитимность государственного насилия. А у нас этого пакта нету, государство не дает нам право на свободу ассоциаций, а мешает нам. Но защищать, ну, мы знаем ситуацию с пытками. Ну, как государство может защитить людей от пыток, если именно силовики и пытают? Но это немножко смешно. Ну да, силовику и юристу Путину неплохо было бы, конечно, освежить в памяти основы основ. Гриша, Нопасаран, ОВДНФО, мы с вами. Прорвемся. Прорвемся. Спасибо. Счастливо. Пока. Спасибо. Счастливо. 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 Счастливо.